Духота. Духота поэма-литература, литература, поэзия. Теги. Игорь Кахановский. Духота, поэзия. Игорь Кахановский. Что-то воздуху мне мало. Владимир Высоцкий. Ад это другие. Жан-Поль Сартер. Один в свете нынешних катавасей все виднее плоды Духоты, где у ней не есть числа ипостасей, как у пагубной бедноты. Бедноты, разумеется, Духа. Вот раздоль и любой Духоте, где ей вечная, сладкая пруха, словно в мифах о мертвом вожде. Наше времечко падка на пакости, а еще на крутые понты, где суждение неадекватности порождений самой Духоты. При плюсу эти карт-бланш авантюрности, что икшается в наших верхах с Духотой агрессивной абсурдностью в якобы судьбоносных речах. Ну а пик ежедневных напастей, что как гром среди ясных небес Духота застоявшейся власти с Духотой Кривдена привес. Как спасти наши бедные души, Духота этой темень терпя, если всяк, в ней увяжь и по уши, ощущает нормальным себя. Но неправда, что он, блин, нормален, что ему во мраке светло, просто он потребитель банальной Духоты, что обычно, как зло. Невозможно смириться с фиаско, это слабость, что быть не должно. Духота тут лукава, как сказка с хиппи-эндом на все времена. Отваливший от нас некто ушлый, пусть нашедший не все, что хотел, скажет, здесь не могу, слишком душно, нету сил жить в такой Духоте. Ну а нам ничего. Мы привыкли к затхлым запахам, словно козлу, сотворенному Кривдой Великой, как привыкли к своему ремеслу. Бессловесного существования, придавившего нас, как нужда, как заслуженность наказания, где и воздух зол, как духота. Два. Когда сквозь замочную скважину подсмотрен чудовищный срам, и словно событие важное его ушло, телеэкран покажет дотошно. В подробностях, смакуя детали стыда, отбросив приличие условности, не стоящих ни черта, отбросив пустое, как семечки, понятие о зле и добре, я думаю, что же за времечко сегодня у нас на дворе. Эпоху грядущего хама давно предрекали, и вот в духовного яму бедламы опущенный наш нищеброд собой воплощает реальность, в которой особенность смог пиарить скандальную пакость, спускаясь до уровня драк, сей уровень времени знак. Хотя у народишка ныне иная мысль на уме, как выжить в житейской стремнении, когда в бедноте, как в дерьме. А власть, как заботливый штурман, в те заводи держит свой курс, где плебс бы о многом не думал, чтоб в нем не закрался искус помыслить о том, почему же в извечно богатой стране живется все хуже и хуже, как в горьковской пьесе на дне. А не потому ли, что легче и проще рулить беднотой, запросы которой извечно не значатся за чертой прокорма родного семейства, поскольку кормежки расход для бедных являются действом предела их сил и забот. Какие там, к черту, свободы, какие там, к черту, права, когда лишь утробе в угоду болит у него голова, и Кремль видит смысл сокровенный держать в бедноте наш народ. Подход хоть и подолый, и скверный, но в нем власти верный оплот. Свобода высокие цели чужды тем, кто вечно бедны. Зато для них строятся церкви, как во искуплении вины. Мол, русский народ богоносец был в вере свою щемлен, теперь церкви пением звонниц было и возмещают урон. А может, возводятся храмы не с тем, чтоб звучал благовест, врачуя духовные драмы, а с тем, чтоб не шел лют упрямо на уличный шумный протест? Его так во власти боятся, ведь это единственный страх, что может кремлевское братство бессонницей тронуть в ночах. Чем улиц подпитывать амок среди бомтарей кутерьмы, уж лучше пусть молится в храмах, молитвой смиряя умы. Да только мне мямлить не надо, что плебс наш так во церковлен, что хочет средь нашего ада утешиться светом икон. Когда на заре большевизма власть черни сказала давай, грабеж был искор, и неистов, из церкви в органе сарай. Какой там народ богоносец, какой там, к чертям, третий Рим. Стыдо исчерпавший колодец, стал охлась тяжелым больным, и вроде никто и не спросит откуда в нас этот недуг. А так втихаря плодоносит пассив большевистских наук, где вечный вождизм в роли ханства, где плебс якобы гегемон, чьей академией хамства являлась веков испокон. И вот, когда прошлого драма суть зла довела до ума, страна победившего хама себя не узнала сама. В тупое беспамятство впавший, создав третий Рим как дурдом, не мог люд, всю жизнь кривду жравший. Не оказаться дерьмом. Ох, времечко! Как же достала гнетущая духота без времени карнавала и наглых властей глухота. Дрянной и на завтра прогнозец, а кто-то, как бомж, пьяный в дым, опять про народ богоносец, опять все про наш третий Рим. Триф Панданвила текущим временам, когда царит, как клоун на арене, его величество благообразный хам, власть он во вполне достойна прений. Один из модных нынешних светил Родиновой телекоролевства знаком вполне мне, с ним не раз я пил и видел даже в сцене непотребство. Теперь уже смотрю со стороны, стараюсь с неких пор не приближаться, и моего участия лишены в его честь апробации оваций. Предпочитаю с места их карьер, поскольку стало впредь невыносимой обилие его дурных манер, все то, что пропускал я прежде мимо. Как можно, многих книг прочтя тома и знаниями от них набравшись круто, дарить другим сих знаний закрома охотно, вдохновенно, поминутно и оставаться все ж при всем притом намеренно уверенно развязным, избравшим фишкой наглый мавитон, словно босяк, хоть и не бесприязни, в пиаре изгаляться так и сяк, при дамах без стеснения сыпать матом, как будто видя в этом скрытый смак, как в разговоре умным и приятным. Я был весьма признателен ему за помощь по работе в давнем прошлом, и мне бы здесь по случаю тому пристало вспомнить только о хорошем, что связано с ним в прежние годы, а связано достойного немало, тон, мной же взятый, как удар кнута, словно на что-то злость во мне запала. Но то не злость, а жившая во мне молча не из-за тяжного возмущения, которое уютилось в стороне в момент его обычного общения с кем-либо, и неважно, с кем тогда он говорил не без понтов франдерства. Я выгляжу, наверное, как нуда, не терпящий амбриами кошенства, которое он лихо насаждал в компании им избранных студентов. Но вот моих с ним встреч окончен бал, и мне не до прощальных комплиментов. Тогда с какой целью и зачем пишу портрет завидного героя? Ответ таится в гуще тех проблем, в которых мы живем без перебоя с тех пор, когда еще грядущий хамшальную голову свою поднять пытался, но был уже завещен веком нам, на наше с ним прискорбное мытарство. Казалось, его можно обуздать искусством и культурой просвещения. Сия вся просветительская рать умолкла, ощутив его презрение. В Астане Масс, Артега и Гассет эпоху так нарек, в которой Ахлас достатка и возможности расцвет воспринял, как во льготной жизни космос. Философ представляет нам этап ментального ума с переворота, когда благоволит вчерашний раб в другое рабство кануть беззаботно. Другое это некое житие, где потребительство как жар объятий. Таким вот представляет бытие менталитет обычных ахлократий. Аристократов время отошло. Посредственность открыла панораму своей души, где приутилась зло в лице дружка посредственности хама. Сей деградацией широких масс помог досуг, резвясь на грани оргий. И новые обывательщины класс увяз с рейд потребительства дороги. Амир уже выписывал рецепт новейших социальных отношений. Да вот не найден был иммунитет от ширпотреба благ и развлечений. Так масса человек или толпы, хозяином став жизненного пира, идет к комфорту в новые рабы, морали потеряв ориентиры. Духовный кризис алчности банкет возглавили вчерашние холопы. Историей подобной пирует воспринял Шпенглер как закат Европы. В России тоже так и все не так шло, как в Европе, уступившим Айсом. У нас наш царедворческий бардак привел к крушению всего и разом. И стал однажды человек с ружием вершителем судьбы державы новой. С тех пор мы ощущаем тот надлом, что исказил весь мир наш бестолково. Но я к герою моему вернусь. Приятельствовали мы с ним когда-то, но разошлись. Наверное, тут мой вкус был без вины во многом виноватым. Мне просто слишком стало с неких пор прететь его во всем олиповатость, с какой он, как заласканный актер, общается с другими им на радость. Зарвавшись как-то, тут же попросил прощения за немыслимое хамство, когда был груб и мерзок, как дебил, или нахал в полузабытии пьянства. Он сам тогда почувствовал конфуз, прислал мне неотложное извинение, я это намотал себе на ус и тут же сбрил усы без сожаления. Но все-таки осталось на душе недоброе. Дурное послевкусие, как будто я увидел в неглиже его в тогда случившемся конфузе. Он стал мне интересен, как типаж, в котором смело могут сочетаться мужла на отвратительной облаще энциклопедичность информации. И захотелось описать его, описывать мое же дело, кстати. Когда-то мы сошлись, скорее всего, благодаря взаимности симпатий. Мне предстоит пройти меж берегов пролива мнений правды неприкрытой меж с целым взглядов и избранных кругов и впечатления личного харибдой. Он как-то нагло бросил вскользь при мне, что в мыслях держит всех вокруг забыдала, и что ему царить в таком говне негоже как бы, но отнюдь не стыдно. Я сделал вид, что просто пропустил мимо ушей сие его признание, мол, этот выпендрежу равный стиль не мне же адресован был заранее. Со временем я понял, что и впрямь повырвавшиеся тогда суждения не есть обмолвки редкостная дрянь, аистая его ко всем презренье. Во всех он видел только. Фамилии какие-то не мелькали, отвешивал им без обедников эпитеты злорадные мешками. Он, как в стране известный бесогон, душком совка пропитан, как и притом, как будто в прошлом напрочь заточен, но, мель пардон, как дурно он воспитан. С ним иногда неловко за столом сидеть, когда он, как всегда голодный, есть жадно и притом с набитым ртом ему о чем-то рассуждать угодно. Он не смеется, а утробно ржет, с конем ретимом выдавая схожесть. Из уст его невинный анекдот звучит порой как пакостная пошлость. Он, спасая своей очередной, прилюдно обожает маловаться, хоть эта сцена сутью площадной, иных как бы достойной декорации. И вовсе не последняя из причин, сыгравшая в нашем призрачном союзе сплошной несовместимости почин, предстала фронтоватость дурновкусия, чему и соответствуют вполне описанные выше эпизоды, с которыми однажды стало мне соседствовать да нельзя неохота. А что его дурен вкус, как недуг, прозреет каждый, словно от затрещин, когда увидит лица тех подруг, что составляли круг любимых женщин. Он обожает некрасивых дам, они доступны и верны, как слуги, ненужных не устраивают драм, запросами не связывают руки. При мне легко сменил он трех подруг, и каждая из племени дурнушек, как будто нету никого вокруг чуть попригажей форменных простушек. Такие вот они в глазах моих, какими он их видит неизвестно, но он был с каждой счастлив, как жених, для коего красивее нет невесты. Так представлялось мне со стороны, а было ли все так на самом деле неведомо, и вряд ли тут нужны дальнейшие детали в этой теме. На вкус, на цвет, известно, нет друзей, и тут любые спорные предпочтения, и я категоричностью своей оценки впал. Возможно, в заблуждение. Мне было все равно, с кем он тогда делил восторги праздности свиданий, он интересен мне, бывал всегда своей необозримостью познаний. А что избранниц облик некрасив, и в каждой не угадывалась шарма, так это как излюбленный мотив судьбы с ее благополучной кармой. И объяснял подход весьма простой. Чтоб выбор был его другим понятен, он должен чуять в женщине любое немедленное наличие эмпатии. С красотками найти такой союз, наверное, у него не получалось, ну а дурнушек в том извечный плюс, что в них эмпатии этих просто кладясь. Он даже откровенно написал, под что не любит признанных красоток, представ как маргинал оригинал в послании том, полном едких ноток. Мне кажется, столь ироничный взгляд на то, что вечно тайна вожделения ведет по часть к оценкам не в попад или выдает ошибочность суждения. Ибо само понятие красоты, одушевленной породой женщин, придаст пристрастию ясность проводы во взглядах на бесчисленные вещи. Хотя б на то, во что бывал порой одет он, словно шастал в роли бомжа, на этот эпатаж его дурной хотелось вскрикнуть иногда, о, Боже! Пусть это чисто внешние черты, хотя и говорят они о многом, о том, что чувство сути красоты в нем, на мой взгляд, предвзятое любого. Как тут не вспомнить диспут давних лет об этике и неразрывной связи ее с эстетикой, сей трепетный дуэт не может быть разъятней в коем разе, поскольку только властность красоты преображает брендный мир мгновенно, и нравственности чуткие черты рождает в нем, как истин откровение. Поэтому сомнительны весьма герои моего порой воззрения, в коих видны всегда игра ума и яростной фантазии броженья. Являя как бы даже глубину рискового прочтения эрудита, он свел две темы в общую одну. Романов Воскресенье и Лолита, мол, это все про непутевых нас, про нашу гаремычную Россию, которую в лихой, недобрый час подвергли вероломному насилию. Да и мадам Карениной судьба судьба России, нами убиенной, ибо страна шальных страстей раба, и рабские в ней верховодят гены. Все это от лукавого, пардон, притянутой за уши самохвалом, чьи рассуждения резвый марафон желает быть отмечен высшим балом. Все это, может, было бы смешно, когда не получилось бы так ловко, легко, настырно преподнесено его самовлюбленности с наровкой. Так редкий просветительский азарт вещает нам про все и всех на свете, простой импровизаторский поп-арт сумев узреть почти в любом предмете. Хотя иные экскурсы по часть в литературу даже интересны, а строгие оценки без прикраса в нашем времени резкие и честные, отчаяния огня не лишены и очень в чем-то провокационны, и остроумны часто, и смешны, излишне только к оптимизму склонны. Он на любой вопрос всегда почти готов ответить сразу, без заминки про выбор в жизни верного пути, или про наши книжные новинки. Как жить, что надо делать по ночам, когда придет тоска страшнее Моро. И все про все понятно станет нам в речах самовлюбленного Вивера. Себя разрекламировав, как хайп, он стал в Европе лектором желанным, своей карьеры обновив этап под стать грядущим нобелевским планом. Диаспора отеческой полна, поэтому на нашего героя велик спрос с любопытством заодно, как на посланника страны-изгоя. Мелькают выступления города Париж, Варшава, Мюнхен, Прага, Лондон, и он везде как новая звезда российской обозначившейся фронды. Он вложит в эмигрантские мозги оригинальность найденных концепций, чтобы от святой пародины тоски саочичей слегка избавить сердце. Он будет, как заправский златоуст, пленять аудиторию искусно, переводя порою лекций курс на милую тропинку дурновку И будут кривдо с правдой пополам соседствовать в его речах вольготно и темперамент шпарить, как Напалм, поскольку он рассказчик превосходный. Но вот все рассуждения его о Боге как-то очень инфантильны и недостойны, кажется, того, чтобы их так афишировать активно. Добро б, когда от шустрой школы ты услышишь вдруг про наше мироздание, что Бог создатель вечной красоты, вот главное его в миру призвание. Когда же слышишь этот бодрый вздар от явно записного книга Чео, то это бесшабашный перебор его самовлюбленности речения. От этого всего в какой-то миг невольно даже чувствуешь неловкость, как будто наблюдаешь нервный тик, или видишь самомнение однобокость, или плохой, главенствующий вкус, который влазь навтиснулся поедохой в тот балаган, куда свой держит курс подсевшая на вкус дурной эпоха. Ловлю себя на том, что чересчур пристрастен к избранному персонажу, чей образ, как нелепый каламбур, весьма напоминает нашу лажу режима, чей уродливый сюжет. В сегодняшнем времен Переполохева создает доподлинный портрет героя вдрызг проигранной эпохи, ему отдавший вольнодумство трон и кресло толкователя момента. На мой взгляд, тот не так уж и умен, кто возомнил себя духовным мэтром. Да, я пристрастен, это потому, что слышу, как он с ловкостью Факира по час разводит дурновку сяку-тюрьму и ложной порой плодит ориентиры. Его заносит часть-то не туда, и он несет такое в шалых спичах, что не другие его не без труда стремятся сокрушить в идейных клинчах. И вот уже он вынужден, пижон, доказывать лихим канальям квеста, что тут виновен не его резон, а их незнание нужного контекста, и заводить базарный тарарам, вскрывающий противников коварства. Так хам отнюдь не знает, что он хам, и по неволе тоже сеет хамство, всесильное, как наглый охмуряж всегда самоуверенность песивой, как нынешний странный смурный муляж. Какие времена таков мессия? Но вот его я слушаю опять в очередном полуночном эфире и вновь могу осознанно понять, что ищет и находит, как в кумире, в нем племя полуночников страны, он суперинтересный собеседник, к тому ж, и в этом нет ему цены, меж книгой и читателем посредник, затейник любопытных, сложных тем и острослов в блистательных ответах и извительным недоброхотом тем, кто вечно упражняется в наветах. Я слушаю родную нашу речь в ее великолепной партитуре и отдаю дань благу наших встреч, когда меж нами было все в ажуре. В суждениях нету зауми былой, и все оценки не на грани фола, как будто он теперь совсем другой после того скандального о войне, когда был вынужден, как в оправданье, сказать Зелла в подлой стороне, что виновата их непонимание, что нету в его фразах ничего, что оскорбляло память победивших. И непутевой власть и шельмаство вмиг стало неуместностью притихшей. Я слушаю, как будто репортаж, его рассказ о давности события, в которое последовал вояж, чтобы нам поведать новое открытие про незабвенный, позапрошлый век, он будто жил в нем долго и активно, не пропустив в нем всех заметных вех, представив их, как яркие картины. Я искренне, как прежде, восхищен обширностью глубин его познаний, им не плевать, что, как неряха, он нелеп в быту бывает временами. Все это, как жетухи дребедень, за гранью высших помыслов, как странность, и не бросает неприязни тень на эрудицию его и уникальность. Или же манера, в кое наш герой вещает нам, надменно, к сажаленью, вне самоупоенности настроем не слышится, рождая раздражение. Всезнающего неприятен тон, а нарочит остенного тем паче, но наш герой греха не видит в том, выпячивает он сей, а не пряча. Он отдан, так сказать, до потрохов нелегкому писательскому делу, ему, конечно, не до пустяков, какие я поддел, как угорелый, увидев неприличие в них сполна, как в мелочных пробелах воспитания. И женщина лишь та ему нужна, что подойдет ментально-моментально. Ухаживать, как в молодости, он на это не потратит ныне время, поскольку ритм сегодняшних времен мчать с ним предполагает стремя в стремя. В компьютере его уже одна готова книга, а другая властна лишь замыслом пока лишает сна, поэтому вновь не до донжуанства. Возлюбленная вечная его свобода, сокровенная, как муза, что труд преобразует в волшебство, все прочее как тяжкая обуза. Он сам признался, что невыносим, когда ему не пишется, как надо, и что в часы такие рядом с ним жизнь женщины бывает хуже ада. И тут я понимаю, что неправ, что через чур по час категоричен, как будто мною создан был устав каких-то мне лишь ведомых приличий, и кто не соответствовал моим параграфам устава ненароком, тот мною был безжалостно судим, возможно, и не понятый то толком. Я право быть ему самим собой нелепо отнимаю не по праву, как будто должен быть его судьей свой соответствие моему лишь нраву. Мне за себя неловко в энный раз, что выбрал роль ну прямо идеала, явив свои суждения на показ, как будто бы нарочно для скандала. И, стало быть, уже ни к чему мои весьма крутые инвективы. Уже ли они никчемны потому, что эти инвективы субъективны? Уже ли времен сегодняшних бедлам и впредь сгущаться будет мраком подалым, чтоб ныне благоденствующий хам в нем чувствовал себя ведь и гордым? Уже ли опять пиар и небосклон займет герой наш в роли прозорливца? А как же вкус дурной, которым он грешил? Неужто вкус мог измениться? Иль это все детали бытия, коим-нибудь оттиснутым в скрижалих? Но если честно, суть и не то я, ведь дьявол то и кроется в деталях. Уже ли не замечать возможно впредь все то, что моим взглядом так претило, и нетерпимости изъян преодолеть? Тогда к чему вся эта, блин, кометь? Уже ли затем, чтоб все закончить мило? Мол, осенило, и я был неправ, что лишнему позволил здесь излиться, напрасно дров упреков наломав, чтоб притчей во языцах встать в столице? Нет, все не так. Историю сию сподобив к покаянию, понимаю, что заплутал убездно на краю, пройдя ее по дерзостному краю, и уяснив в который раз уже, сближение дарит разочарование. Не стоит забывать о рубеже, стоящем на пути к чужой душе, а на потемке, где блуждать ей не спрятаться отнюдь средь будней примелькавшегося хлама, ибо она высвечивает суть эпохи, что в плену триумфа хама. От этого такая духота, в которую опущена держава, что выхода не видно ни черта, вокруг лишь деградация орава, печальная, как тягостная весть, как пароксизм манеры хамоватой, когда хам наш насущный дан нам днесь в лице элиты, подло виноватой во всем, что со страной произошло за годы двадцать первого столетия, пытавшие утратами зело, смешавшее, как микст, добро и зло, возведя на царство кривдоремесло и отхлеставшие трагедии ядской плетью.